ну и как я говорил мы не прощаемся потому что я вернулся к этому моду акмамариновый ангел мы продолжим там что-то будет интересненько такое я проснулся и росток а не кто не то не помнит у нас мы заснули в домом в доме мику вместе с мику и как мы поняли сейчас как в этом с ним было не снова это другом месте к нам подходит пионер ну дарим приказ то уж тоже меня сейчас мы должны мы сейчас мы проснулись и должны сейчас мы пойдем в подземелье я проснулся и растолкал мику проснись нам нужно ходить пионер уже идет сюда за нами что зачем он вопрос потом нам нужно в старый лагерь скорее мы выскочили с кровати выбежали из домика стояла непроверятная ночь не нужно кое-что взять около медпункта пошли туда в окнах зданиями пункта горел свет вела судя по всему еще там еще было там прыгнись сейчас я прокрался под окнами поднял половицу на корице и достала туда аптечку уходим мы старались сильно не шуметь пошли через лес к зданию старого лагеря выйдя из очередных кустов перед нами пристал то самое здание таков темноте еще более жуткое жуткое мы вошли внутрь фонарик отцветила облупившую штукатурку и кучу разных вещей на полу словно мебель детские игрушки посвятив угол я обнаружил люк мику помоги мы совместно сильно сдвинули люк под ним была железная лестница внизу нашему взору открылся длинный коридор оканчивающийся дверью с вентилем дойдя до нее ясно долго повернул вентиль и мы вашей внутрь за дверью оказался старый бунхер судя по внешнему порядку сюда никто раньше не заходил появился противный ушах вот черт кто он оказал как он оказал здесь он не должен был искать у нас в лагере я опёрся стену и трюкнул головой концентрировался на происходящем мику сползла по стене судя по всему она потеряла сознание о я вижу ты пытаешься сопротивляться это тебе не поможет я почувствовал удар по голове нет он не был физически но он был вполне ощутимым поздавайся ты обречу меня как будто вжал в стену нет не стало трудно дышать и не захватал окружающие предметы размылись и я потерял сознание я оказалась в каком-то темном помещении мику ты здесь сема где мы что происходит я не знаю нужно выбраться отсюда как оказалось мы были в каком-то сарае когда мы выбрались стало понятно что мы все еще в совянке но он стал как-то странно тих странно странно тих и пустынен вокруг было темно ёж ты вот налево площадь была абсолютно пуста пройдя по аллере и зайдя в несколько домиков мы поняли что логи абсолютно безлюден все мальчика не страшно мику спокойствие они ничего не сможешь нам сделать юля нас обязательно вытащить слышишь нужно только подождать конечно же вот тебя веселуха бы вдруг послушался шорох в кустах из них из них вылезла ульяна ульяна ты что здесь делай это было не ульяна это было существо похоже на ульяна с этим он и я увидел что на теле у нее виднеется трупные пятна круто вы счет зомби нам не хватало с я схватил мику за руку и побежал найти ничего не было видно но кажется мы были в лесу через некоторое время мы мы выбежали к старому лагерю ну да там была целая толпа этих существ озаряясь по сторонам я все-таки нашел взглядом люк и залез в него добежав до гирма двери я крутану винти и открыл ее забежав внутрь и потянув дверь на себя и она была закрыл две убежища можно передохнуть заприметив зеленый ящик под кровать я потянулся туда и вытащил его на полу валя боялась полярилась монтировка поэтому недолго думая я скрыл ящик в нем не увидел то что нам сейчас нужно больше всего в ящике лежал автомат калашников 74 модели по шаре под кроватью я нашел еще три магазина по 30 патронов тебе можно попытаться выжить ты собираешься да мику эти существа собирается нас убить мы убьем их первыми ну да мы нашли в катакомбах лестницу наверх поднявшись мы поняли что она ведет на площадь пока что кругом было тихо но я видел как нам двигалась одно существо она заметьте нас и протяжно забыла есть забыла черт дернул затвор я по своему пулю в голову теперь нас слышали уже все не купить и отсюда как можно быстрее на стоянку возможно там кто-то приедет а ты а я тебе прикрою правильно мику зарядок беги я тонул ее от себя и расстрелял очередь из томата первых существ мику все же послушал меня и побежал к стоянке возможно получится выиграть время я пустил еще одну очередь в уже более большую толпу этих тварей мне конец но я быть может хотя бы спас мику за это пой пробежала еще одна и еще первый магазин быстро опустел я уже стоял без перерыва прибывало все больше и больше с каждым выстрелом вот последний магазин пустеет моя смерть будет долгой и мучительной намеку может быть успел убежать я услышал грохот крупно-калиберного пулемета топал существенное скопоридело ау услышав свист ракеты я не кинулся на землю близкий взрыв закидал меня землей со счета стали отступать их становилось и меньше ну да я обернулся на почту за весь ми-24 когда он снизился я подбежал к нему на встречу десантного отсеке я увидел мику и четырех военных мику разве могла тебя бросить как ты нашел поддержку я убежал стоянку слышал стрелка поднимал голову видел вертолет я замахал руками закричала не заметили вертолет начал снижаться снижаться и обратился к военам какой тут оказались кто вы вопросу 3 худощавый парень с за лысинами ну вот перс наш как-то сами сделали мы мы первая экспериментальная группа по межвременного и реагирование с говоримey мол говорите так во время очередного опыта по перехода во времени у нашего это с пространство временным двигатель сбились данная наше место к наждению и мы застряли здесь вы не сможете точную дату и место когда мы сможем вернуться наше время вспомнил в канаде в одном из домов и я ответил сейчас 15 августа 1987 года вместо 5 лагер словенок парень кивнув и продиктовал данным пилоту вертолета пилот повернул по компьютеру проверил по компьютеру данные ответил командир все верно может управляться на наше время прямо сейчас ох большое вам спасибо без вас мы бы так так и остались здесь можно знать ваш имена я семён девушка сану миху ко мне обращайтесь как полковнику стрякову вот тот с флагом на плече моё диктярь и вот вертолет сержант клыков борщ стрелок и фрит у духов полковник отправка в наш мир через пять секунд приготовьтесь совету держаться что-нибудь трехнет неслабо удар меня кутова тянота отлично из вертолета вставши катакомбы круто мы смекачиваем из катакомбах под лагерь в то же месте откуда и попали в азотме только пионера рядом не было так нам нужно сушить установка как можно скорее анатолий ничего не говорю про то где она находится нет наверно она находится в шахте идем туда я вспомнил про ящик и опять открыл его там все также лежал автомат и подруга лежал еще один ящик с надписью взрывоопасно внутри лежала связка динамита я тут подумал может я лучше вернулся влаги я боюсь за тебя и решил тискать значит я буду с тобой до конца будь осторожен если дупень и опять задумать что-то что-то сделать беги ну уж нет тра разбрасывать тебе не попасть я точно не собираюсь веку я все сказала понимание понимая что отговорить ее не возможно я решил все-таки продолжить наш путь двигаться по темнот по темному коридору мы увидели дыру в его и просветили туда фонарем не видно ничего ты руку я взял мику за руку и мы стали медленно спускаться вниз под коридором оказался старая рыбольная шахта мы прошли по ней вперед и увидели развилку и куда же идти давай направо мы повернули направо вы увидели еще одну развилку ну на этот раз пойдем налево радио по ним про проходом увидели еще одна развилку да сколько же кто пошли опять направо тут продолжалось так продолжать низко раз Да где же эта грёбанная установка? Возвращаемся. О! Мы пошли назад, но никаких разълёг не увидели. Пройдя немного, мы заметили здесь табличку «Испытательная лаборатория». Наверное, это здесь. Я оттолкнул дверь, но она оказалась заперта. Придётся пошуметь. Я перейдёгнул за твой автоматы и выстрелил под замком, а затем выломал две приклада. За дверь оказалась практически белоснежная комната с кучей разных прибоев. На столах стояли компьютеры футуристического дизайна. Рядом было две. Через окно в стене было видно несколько стеллажей, на которых стояли приборы. От них отходило много проводов. Судя по всему, это была серверная, которая управляла защитной установкой. Я взял в руки динамит, прошёл комнату и заложил его под одним из стеллажей. Поджигая фитей, я крикнул и говорю, «Уходим!» Мы вылезли из комнаты и распланировали по туннелю. Прогрели взрыв. Мы побоялись над тем, что не из-за того, что я обрушился. Появился уже знакомый противный писк в ушах. И я услышал всё тот шестолочный голос. «Семё!» «Ты думаешь, что он что-то в защитном установке победил?» Затем последовала ужасная головная боль, и я был не с его подняться. Мико лежал рядом почти без сознания. Автомат валялся в двух минутах от меня. «Не заставь тебя страдать, Семён!» Он задавал писать, я из-за сексилы... Оставшихся... Я из-за сексилы, оставшихся силы, обманулся, ударяя ему по лицу. И мог бы уплевать. Он улучшил мне ещё элементальным ударом. Из носа пошла кровь. Ох, ёшка, как инфига. «А-а-а-а!» Больно смотреть на это. «Но я не убью тебя!» «Нет!» «Я сделал кое-что похоже!» «Я следую тебя с ума!» «Сделаю тебя таким же, как я сам!» «Меня прижало зверь, я уже перестал видеть происходящее и почти потерял сознание. Сейчас ты у меня... Дереализованным станешь, гнида!» Я всё-таки дотянул зла автомата и выпустил очередь в его сторону. Для него... А-а-а! Послушался звук падающего тела, меня отпустило. Я обернулся. Мику лежала полу, зажав рано на животе. Блять. Чёрт, Мику! Я повесил за спину автомат и побежал к ней. Осмотрел рану. Этого боли всё-таки попал. Пуле засело в животе. Причём, судя по всему, задело крупный кровеносый сосуд. Кров влилась очень сильно. Я открыл аптечку. Так, пулю лучше не вытаскивать. Это только усилит кровотечение. Я обработал рану. Насколько это возможно. Смочил бин в спирте. Перерезав место ранения. Ай! Депримивая. Сейчас. Взяв Мику на руку, я побежал по туннеле. Скорее, моему взгляду, открылся проход наверх. Весь ловек оказался безлюдным. Я добежал до медпункта, но не встретил ни одной живой души. Я забарабанил дверь и крикнул. Откройте! Ответом мне не было молчания. Я взглянул в окно, но никого не увидел. Да где все? Зная, что около столовой стоит стоянка вовка, я побежал туда. Подбежал к машине и выбив стекло, я открыл дверь. Посадив Мику на пассажирское сиденье, я сел на место водителя. Оторвав панель из замка зажигания и закоротил провода, машина залилась. Сейчас, Мику, только держись. Я выехал на стоянку и поехал прочь от злочастого лагеря. На дороге не было ни единой машины. Казалось, все люди куда-то исчезли. Солнце уже давно закатилось, и вдаль тянулась только темная дорога, освещаемая светом фар. Прямо как в том сне. Я пас и посмотрел на Мику. На ее рубашке в районе жута было огромное пятно крови. Нет, только не сейчас. Пожалуйста, нет. Все, Ма, я больше не могу. Блин, она закатила вот так. Блять! Нет, нет! Я остановил машину и выдачу из нее Мику. Она не дышала. Пусть и не было. Черт! И она начала делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Раз, два, три, выдох. Раз, два, минута, две. Все бесполезно. Почему? За что? Я стоял на коленях перед ее телом и плакал. Мне хотелось у меня умереть. Но больше мне хотелось отомстить ему ублюдку, который все это создал. Сзади послушал, чтобы только автобус не осветило фарами. Семен, пойдем, осталось последнее дело. Почему? Вы не могли приехать раньше. Мику бы все равно не выдержал поездки. Я утираю слезы, залез в автобус. Виктор, вместо чувства кинул, я упал на сиденье и провалился в сон. Сука. Меня разводила Юля. Семен, проснись, мы уже приехали. Я открыл глаза и вспомнил. Мику. Нет. Не может быть. Я схватился за голову. Не время уходить в себя. Вертолет... Вертолет стоит около автобуса. Нужно завершить значатое. Ха, кота, блин. Ээээ... Выйдя из автобуса, я увидел тех военных. Вертолет стоял с ключом на двигатель. Лопасти не двигались. Вокруг был туман, но судя по всему, это была ВПП. Какого-то аэродрома. Сочувствую, Семен. Эти эксперименты задели и нас. Мы потеряли нашего медика, когда забивались от тех тварей. Пришло время директора лаборатории ответить за тот хаос, который он устроил. Оружие у тебя, как вижу, уже есть. Он кинул на ствол автомата, торчавший у меня из-за спины. Да, но у меня нет боеприпасов. С этим без проблем. У нас есть ящик по травмам для него. У нас точно такое же вооружение. В принципе, любое помещение знаешь. Но... Первое. Найди укрытие. У нас 4 тропы. Второе. Высовываться из укрытия только в самый крайний случай. Так как тебе легко может прилететь пуля. Третье. Так, загул. У всех, кто бы здесь зеркала, крикал он остальным. Он твердит зенки в нулю. А зачем они вам? Бой будет приходиться в маленькой комнатушках. Нормально прицелиться и выстрелить ты не сможешь. Выглядываться из угла верная смерть. Можно полететь вслепую. Но только будет ноль. Поэтому высматривать вражем под зеркало. Лучший вариант. У нас есть пара запасных на всякий случай. Одно тебе дадим. И вот. Держи гарнитуру для связи. Не будешь же ты орать на всю мглату о своих планах. Закончивая инструктаж, командир подошел к ящику с пометкой «Совершенно секретно». Вытащил оттуда пару странных цилиндров и повесил их на пояс. Ко мне подошел Юля. Когда все закончится, мы можем вернуть тебя обратно в тупой мир. Зачем он мне без мифов? В тот момент же мне чушь, там слишком много злой и ненести. Не горюй по ней так сильно. Смерть. Знаешь ли, не вечно. Юля загадочно улыбнулась. Ну блин, всегда бывает тупая. Сырко провел подготовку к вере и скомандовал. Ну, все в сборе. Загружаемся. Ко, остаешься в вертолете в случае чего. Я взлетел в десантный люк. Сидел на место около окна и прижался к клубам в стекло. Мы взлетели. Юля помахал рукой с земли. Сою мигнул фарами автобуса. Мертвец набрал обороты и полетел вперед. Я задремал. Разбудил меня громогласный бас Стрелкова. Команда выскочил через пять минут. Семь приготовиться. Я встал с места и подошел к десантному люку. Мне дали несколько магазинов с патронами. Нормально. Земля начал приближаться. Мы высадились на территории за забором. И побежали ко входу в лабораторию. Ход в нем находился в ангаре. Забежав внутрь, мы услышали голос из интеркома. А, вот и гости пожаловали. В тот же ангар выбежал трое охранников с оружием. И распрятался ящиком. Полковник и майор прижаясь к стенам. От ухов выпалил в дверной проем из дробовика. И окатился в сторону. Один охранник с криком полно землю. Двое у других заливились за укрытиями. И открыли огонь на подавление. Зеркала. Вытаскиватель зеркала. Напомню, командир по связи. Я вытащил с кармана зеркало. И поймал отражение прохода. Мимо меня просветила пуля. Семен, блять, не бликуй. Я прикрыл зеркало рукой. И увидел каску, торчащую из угла. Выставив руку с автоматом из-за ящика. Я выстрелил очередью предполагаемое местонахождение охранника. Послышал автомат и звук падающего тела. Остался один. Майор, отрекни. Дегтяй выстрелил в полу рядом с последним охранником. Тот шарахнулся. И откосил очередью с автоматом. Идем дальше. Я вылез из-за ящика. И пошел в здание за остальными. Один охранник выскочил из шлюзов инфрейта. Вылубил его прикладом. Послушался голос и громко говорите. Что, Семен, не держишься за свою куклу? И убивать невинных людей за несуществующую программу? Слегков замутился. Невинных? Степаныч, Степаныч, ты ублюдок. У... Угробил дока. Нарушился обидное пространство. Убил множество других людей. И ты после этого считаешь себя невинным? Это были необходимые жертвы ради науки. Ради науки? Ты поехал, что ли? Наука не должна развивать на трупах людей. Мы вышли в главный зал. Там собралось не менее десятка врагов. Мы попали под школьный огонь. Время применить секретное оружие. Полковник отцепил от пояса тот самый цилиндр. Нажал на кнопку на нем и кинул в проход. Послышал странный лязг. Нас светило с синеватым светом. 5, 4, 3, 2, 1, пошли. Мы вылезли в зал. Но, вопреки моему ожиданию, нас никто не выстрелил. Все охранники застыли на своих местах. Духов поочередно обезоружил каждого охранника. Через несколько минут рядом с нами лежала гора ножей, пистолетов и автоматов. Охранники начали приходить с себя. Неудумевая, видели перед собой ствол автоматов и сдавались. Майор скручивал их рогаликом и оттаскивал в другую комнату. Так, остался последний и самый главный пидарас. Такого-то напоминает. Только я не помню имени. Почему именно вот доктор Вайт? Волтер Волтер. Волтер Вайт? Волтер Вайт, да. Да я не знаю, почему ты решили его туда добавить. Я тоже согласен, что-то странно. Выбив две саблички директора исследовательского лаборатория, мы вошли внутрь. Ну, здравствуй, Иннокентий. Давно не виделись. Я услышал свою. Амин до такой степени развел. Директором лаборатории оказался человек лет сорока. Лысый, с бородой и в очках. На нем был одет обыкновенный медицинский халат. Я увидел, как он потянулся под стол и пристрелил ему плечо. Они ему встречались? Они когда к нему ходили, встречались? Нет. Они же просто дверь убили. Хе-хе-хе-хе. Полковник мыкнул. Хорошая реакция, Семен. Секло подошел к нему, ударив прикладом по лицу. Можешь, хотя бы скажешь хоть что-то свое оправдание. И пошел ты. Он ударил его в живот. Ты заплатишь за то, что отправил нас в тот ад. Ты ответишь за смерть Дока. А пока что... Семен, можешь создать ему что-то напоследок. Я подошел в стол и выточил из заячика пистолет. Почему ты назвал Мику куклой? Это всего лишь программа. Отцифрованная версия девушки, Семен. То есть копия реальной девушки. Да. Реальная девушка, которая была в настоящем лагере. А ты не думаешь, что ты не просто создал виртуальную копию девушки, а переместил сознание реального человека в виртуальную реальность? Директор задумался и сказал. Мне уже не первый раз про это говорят. Может быть, так оно и есть. Но разве ради науки нельзя пожарить кучкой ненужного белого мусора? Белого мусора? Какая же ты, сволочь? Я ударил его рукояткой пистолета по лицу. Ты держал в рабстве множество детей. Ни программы. Реальных людей. Ты забер их в ловушки. Пришло время отвечать за свои поступки. Я выстрелил в голову. Поконник вздохнул и спросил. Семен, а что ты взял, что все пейдни реваги живые? Юля нам, конечно, все рассказывает, но все же. Ну, я предположил, что пионеры переместились из настоящего лагеря в вилтуальны. Мы не заметили этого. Им стерли память и заменили ее ложными воспоминаниями. К тому же, меня сразу посетили мысли о нереальности лагеря. Слишком много было странностей. В домиках висели странные покаты. Таблицы методики так вообще. И, в конце концов, Анатолий ответил на все вопросы. Анатолий? Ммм. Поконник на секунду задумался и качнул головой. Нужно уж тоже установку управления времени и уходить отсюда. Мы вышли из кабинета и спустились в лестницу в подвал. Ёпт, бля. Это была большая комната со странной установкой в середине. Около стены было размещено несколько мониторов, которые показывали различные данные, непонятные мне. Поконник командовал. Духов, заклады заряды. Ефрейда досталась в разгрузку несколько взрывных пакетов и прикрепила их в разных частях установки. Стариков развернулся к выходу из подвалок и обратился ко мне. Семен, я зацепил зачистить нажать на кнопку подрыва. Мне передали путь управления подрывом заряда. Только не нажимай на кнопку сейчас. Поконник хитнулся. Мы вышли из лаборатории. Вертватор уже ждал нас. Мы залезли внутрь и взлетели. Я нажал на кнопку. Послышался взрыв. Мне не хотелось смотреть на повыхающее здание. Уперший взглядом в потолок, я думал о будущем. Я отомстил. Но миг уже не вернешь. Что же делать? Начинать новую жизнь? Я не смогу. Наверное, стоит завершить начатое. На этот раз меня уже не точно никто не спасет. За этим грустным мыслям призмерение прошло незаметным. Зайков потряс меня за плечо. Ну, Семен, не кисни. Уделились для тебя сюрприз. Нас встретил Юля. Как все прошло? За всех... За всех отрапортовал полковник. Установка управления временем уничтожена. Больше никаких нарушений пространства не предвидится. Если только объект 410-й попадет не в те руки. В результате остается под нашей ответственностью. Не беспокойтесь об икарусе. Я позабочу. Семен, идем в автобус. Нужно кое-что тебе рассказать. Я не хотел поплесать за Юлей. Юля села на кресло у окна и спросила. Ты же хочешь вернуть Мику? Хочу. Ну как? Ты же говорил, она бы все равно не вынесла поездки. Вытащи ее из того света. Как она вытащит тебя? И? Как? Ты хочешь ее вернуть? Очень. Вот и все. Муж, ничего не нужно. Садись и засыпай. Опять садись и засыпай, блядь. Да уж какой раз садись и засыпай. Я очнулся в Волге, на котором вез Мику. Мое сердце сжалось. Выйдя из машины, я увидел ее лежащим на земле в крови. Я, или вернее моя копия в то время не пыталась спасти Мику. Я упал на колени и закрываю лицом руками. Семен, ты знаешь, что делать. Вытащи ее в прямом смысле. Не мешкай, времени мало. Услышав голос Юли в голове, я встал подошел к Мику. Попытался взять ее на руки и... Поднял. Ее подобрять. Сын невредима даже без пятны на рубашке. Ее тело осталось на земле. Что? В автобусе, маня... Она позади тебя. Я обернулся, Сын махнул мне рукой и терпел ее за барабанем пальцем по рулю. Забежав в автобусе, посадил Мику на сиденье и спросил у Юли, сидевшей рядом. Как это? Что? Все вопросы, как приедем, а сейчас пи. Всех рядом смек, я обни ее. Она была теплая, дышала. Рожар с ухом ее груди и ослужбление сердца. Самого дорогого в этом мире для меня сердца. Я был же голый ей на колени и уснул. Опять ночь? Угу. Куда? Очнулся и я уже в Савинке. Мику сидела рядом. И обалдела, глядывалась по сторонам. Я сглоп ее в обхапку и зацеловал. Мику, тяжела. Как же я рад. Все, пусти, ты меня задушишь. Я наконец выпустил ее из объятия. Как я здесь оказался? Я помню, что ехал в машине, у меня ранее пионер. Забудь, это всего лишь страшный сон. И поцеловал ее еще раз. Ну да. Семен, ну ты как? Ну ты так хочешь узнать, как это ты сделал? Я подвернул голос, помню, что мы тут не одни. Потом так мило целовались, что мне стало жалко вам мешать. Так как я это сделал, Юль. Помнишь, как тебе спасло Мифон? Ты сделал то же самое. Но как? Это все из-за искажения времени и пространства, созданной лаборатории. Из-за эксперимента на времени образовались разные аномальные зоны. Люди попадали в другие миры. Так случилось и с вами. Только вы попали сюда не случайно, а из-за меня. Не могу, я могу не могу управлять этим искажением? Таким образом, я отправил Мифон к тебе. Кроме того, этим искажением можно управлять с помощью транспорта с пространства временной двигателя. Боже мой. Объект 410-й один из таких экспериментов машин. Попаде он не к тем людям, и мир могла бы настигнуть новая катастрофа. Впрочем, теперь установка управления времени уничтожена. Осталось развести вас по вашим мирам и уничтожить 410-й, дабы ты не смог им воспользоваться во зло. И я больше не встречаюсь с Мику? Извини, но нет. Под временем устраиваться пространство нужно восстанавливать. Мику зарыдал и уткнулся мне в плечо. Но, может все-таки... Милый покачал головой. Прости. Витя, отвези их. Я причинно посмотрел в окно. Автобус тронулся. Я бы до последнего не верил, что все закончится именно так. Думал, что это все глупая шутка. Но нет, автобус тряхануло. Мы оказались в темноте. Виктор, мне уже ничего нельзя сделать. Я тоже об этом думал. Ведь после того, как я вас отвезу, мне придется возвращаться в свой мир. А я там... Ну ты понял. Что такого... Что такого будет, если в мире окажется 2-3 инородных тела? Мироздание от этого не разрушится. Ведь эти эксперименты нанесли куда больше вред. Знаешь, да пошло оно все. Я не хочу убирать. Он хмыкнул, улыбнулся и добавил. Семен, хочешь проявляться? Садись. Я сел за кресло, водитель и получил руки на руль. Смотри, тут все просто. Видишь, вон ту кнопку у спидометра? Нажми ее. Я нажал на кнопку и из-за панели приборов выехала клавиатура с дисплеем. Вводи дату и место прибытия. Соленок? Да, пожалуй. Юля будет злиться. Да и ладно. Я выехал на клавиатуре с 17 августа 1987 года. Пионер лагерь Соленок. Из дисплея появилась надпись «Переключите передачу к позиции ПВД». Для этого есть одна коробка передач под рулем. Дерни рычажок дворников в сторону и вверх. Я сделал это. Для дисплея выехал надпись «Подготовка к запуску ПВД». Из потолка выехала панель с переключателями. Над ними были надписи «Ступень 1», «Ступень 2», «Ступень 3». Также рядом была красная кнопка с подписью «Аварийный возврат». Постепенно переключая один за другим тумблеры. «Аварийный возврат» нужен только если автобус и тебе будет угрожать опасность. Мало ли, вдруг во вторую мировую попадешь прямо под артовстрел. А что потом? А вот там просто газуй. Не забывай переключать передачи. Я посмотрю на рычаг КПП. Не те передачи. На дисплее будет высвечиваться надпись «Переключите передачу». Туда перемещай рычаг патрулью на позицию вперёд. Тут вообще всё до этого сделано. Ладно, я спать. Ничему не удивляйся и не пугайся. Просто газуй и переключай передачи. Винтон плюхнулся на сиденье и закрыл глаза. Мико уже давно спала. Я переключил тумблеры один за другим вверх. На дисплее высветилась надпись «Запуск ПВД». Включите первую передачу. Я делал натяжок вверх. Нажал на газ. Двигатель взрывел. Но мне показалось, что мы стоим на месте. В дисплее выявил надпись «Перемещение стадии 1». Автобус тряхнул. Среди темноты впереди показался яркий луч света. В округ автобуса появилось странное сине-зеленое свечение. Я именно приближался к свету в конце туннеля. Когда я въехал в луч, меня на секунду слепило. Автобус заискрился электрическими разрядами. На дисплее была надпись «Перемещение стадия 2». Через некоторое время вокруг Екарса образовалось электрическое поле. Появился отчетный отрезок. На дисплее гласило третья стадия. Потребовалось переключить передачу. Я держал одну ручку на рычажке. И поэтому не задумывалось, перевел его еще на одну позицию вверх. Выдавив газ на пол. Впереди автобус образовалась электрическая дуга. Через пару секунд она со страшным броком, но почти оглушив меня, исчезла. Дисплее выявилось надпись «Завершение» перемещения стадии 4. На секунду стало темно. Наш эйкарс тряхнул еще раз. И он вынырнул на дороге к Савенку. Все еще искря с остаточными зарядами. Дальше я просто проехал до лагеря. Что странно, на дуги появились машины. Около лагеря мимо нас повстречной проносилась копейка. Юля стояла на савенке, видимо нас ждала. Когда наша компашка вышла из автобуса, она огорченно сказала. Так и знала, что вы так просто не расстанетесь. Ну и черт с вами. Вы хоть понимаете, что из-за вас может погибнуть вселенная? Юль! Да ничего не будет. В оборотове натворил куда больше дел. Но ведь ничего не случилось. Ага, ничего. Это все-таки пропавший в других мирах людей искажение пространства. Ты меня бы в мой мир отправила. Даже зная то, что я там умер. Ну, ты еще и задумываешься. Он по-хулигански дернул ее за хвост, на что она обиженно зашипела и попыталась его оцарапать. Виктор увернулся, взяв ее в охапку и почесал ее за ухом. Я буду с кошками играть и девушку обнимать. А тут два в одном. Еще много его потесков он спросил. И что дальше, Семен, какие планы? Я верно останусь в этом мире. Ты же здесь не знаешь никого, кроме нас. Может быть, познакомлюсь со своими мифическими родителями, с предками Мику. Надеюсь, они меня примут. Каждая история имеет начало и конец. У разных историй бывает разный конец. Где-то хороший, где-то нет. Моя история сказалась счастливым концом, хоть и начиналась так плохо. Мою старость жизни я забыл, как страшный сон. И полностью влился в поток с новой, счастливой жизни. Бригада на 23, прием. Вызыв на улице Пушкина. Площадка у кого дома. Сердечный прицеп, быстрее. Привычный голос сообщил диспетчер по рации. Вздохнув, я взял рацию и ответил. Бригада на 23, вызов принят. Ожидайте. Ночные смены так утомляют. Надеюсь, это последний вызов на сегодня. Скорый рассвет. А потом домой. К моей Мику. Я невольно улыбнулся, вспомнив о ней. Из раздумий меня вывел крик водителя. Семен, мы приехали. Выгружай быстрее. Открыв переднюю дверь, я высохнул из старенькой газели и подошел к горстке людей, стоявших на улице. Кое-как их растолкав, я увидел пациента, лежавшего на земле. Кажется, он был еще в сознании. Я уже вытащил из аптечки из аспирии и нейтробилицерии, как вдруг он по стене употянул сознание. Кинулся в тело, я попытался начипать пояс, но его не было. Начал делать непрямой массаж и искусственное дыхание. 30 секунд. Ну давай же. После особо сильного толчка, пациент выпучил глаза и стрелом задохнул. Фух. Я крикнул в руку. Помогите его машину загрузить. Вызвался помочь, по-видимому, один из его друзей. Подхватив пострадавшись за руки и за ноги, мы положили его на каталку в машине и захлопнув заднюю дверь. Я запрыгнул на свое привычное место спереди и крикнул водителю. Поехал в областную, она ближе. Водитель кивнул и нажал на газ, мы с проблесковыми огнями из сирены выехали из дворка дома. Я посмотрел часы. Полчаса до конца рабочего дня. Водитель хмыкнул, добавил. Тяжелая была смена. Захнул я при клее глаза. Какое бы тяжелое не было смена, я теперь всегда буду знать, что меня ждут дома. Что кто-то обо мне беспокоится. Микл. Мой аквамариновый ангел. Вот и подошла наша концовка. Сажим. Два мота поеда конца дочитали. Это было интересно. Ой. Как я сказал. На этом видео я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду искать новый мот. Для чтения. Или ждать, когда доделать. И в угол загорит огонь и бушует океан. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.